Доброе время суток Да, не возмущайтесь, что я назвал его президентом Всех, даже бывших президентов в Соединенных Штатах называют господин президент Так что президент он в любом случае Я не буду вдаваться в детали, потому что основные вещи вы и так знаете Если не знаете, то в моем блоге и на сайте издательства Квинтэссенции выложено Ну а в детали почему не буду вдаваться? Да, ведь я кое-кто из моих друзей мне сказал А где доказательства? Доказательства? Молчай! Доказательства? Мои бывают Нет, ну если серьезно, конечно нужно проводить серьезные расследования Тогда будут доказательства Я не располагаю ни средствами, ни временем, ни людьми Чтобы серьезные расследования проводить Да и в конце концов, кто я такой, чтобы это делать? Существуют люди с опытом работы в спецслужбах Им и карты в руки А я, я совсем другой Так что я, конечно, факты привел со ссылкой на источник, которому я, например, доверяю Остальное детали На сегодня я хотел сказать не столько о самом покушении Сколько о реакции полезных идиотов Которых в последнее время развелось очень много Ну, к примеру, представители канадского На моей памяти вот за последние 24 часа не раз сказали Ах, как жалко, что его не убили Ну, это ладно еще Моя хорошая подруга, которая живет в Штатах Сходила в православную церковь И там услышала такие же фразы Ну, она, правда, сказала Вы бы хоть крест сняли, если такое говорите Ну, это ладно В церкви или на какой-то там заваленке Вот, к примеру, на новозеландском телевидении Реакция на покушение на Дональда Трампа была такая Прекрасно, правда? Это не смешно, тетя По идее, таких журналистишек Нужно было бы сразу уволить Ну, нет, их не уволят Опять-таки, это вы тоже знаете Я тут Америки не открыл Они же законченные кредиты Мой юный друг, вы не оцениваете 20 Проблема с полезными идиотами Которых стало очень много Вот какая Вы можете приводить им факты Вы можете приводить доказательства И хоть кол на голове тиши Они все равно это не воспринимают Они это выслушают Иногда тупо улыбнутся И ответят вам заученными фразами Из средств массовой информации Которые написаны по методичкам Даже не буду сейчас говорить по чьим методичкам И вы знаете, что мне это напомнило А мне это напомнило вот что Месяц назад я как-то проходил по своим делам Через торговый центр У нас тут, где я живу И пристали ко мне две молодые симпатичные девчонки Но пристали они ко мне не потому, что я секси Потому что они работают на одной из известных косметологических компаний И у них была рекламная акция Маленький киоск стоял И они вот впаривали свою продукцию Кстати, очень хорошую И я, кстати, даже купил баночку крема для своей спутницы жизни Ну и тут одна из девочек говорит Да, вот баночка крема это хорошо Ну вот смотрите Провела короткий эксперимент и говорит Представьте себе, если у человека Все поры забиты пылью и шлаками То вы можете накладывать сколько угодно крема Он не принесет пользы Поэтому купите еще баночку для очищения кожи и пор Нет, ну, девочки профессиональные, вопроса нет Я, кстати, баночку купил Так вот, я о чем и подумал Вот так же, как у некоторых людей Поры забиты пылью и шлаком Так и у полезных идиотов Мозги забиты всяким дерьмом Которые совершенно профессиональные Уже много десятилетий Им впаривают продажные средства массовой информации И другие системы О них, кстати, мы готовим хорошую публикацию Которые манипулируют сознанием людей С неокрепшими мозгами Которые большинство Причем манипулируют так, что люди этого даже не понимают То есть, что получается? Чтобы довести истину до полезных идиотов Нужно прочистить им мозги И вот тут вопрос А как это сделать? Нет, ну, можно сделать, конечно Если провести серьезные реформы Средств массовой информации Системы образования И так далее Конечно, можно закрыть целый ряд институтов Которые занимаются деструктивной работой Открыть новые Но, сами понимаете На это ни у кого нет ни времени, ни средств Ни желания Значит, что остается делать? А в общем-то ничего Единственным средством Которое может прочистить людям Загаженные мозги Это серьезные Политические Экономические И иные события Которые для многих Могут кончиться Очень плачевно Но, может быть, они прочистят мозги Я не знаю А вы как думаете? Впрочем, пока это все Желаю вам прекрасного лета Наслаждайтесь воздухом Морем Океаном Цветами Коктейлями И Любовью Надо было с этого, кстати, начинать Пока Можно наслаждаться Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok